Всех приветствую на канале Садфлоксов. Сегодня у нас такое важное достаточно видео про осеннюю обрезку хост. Связано с тем, что не все люди обрезают хост осенью. Они считают, что нет смысла тратить на это время, что зачем после мороза хосты и так лягут на землю, а следующей весной я их быстренько граблями соберу. Так вот, так делать не надо. Все часто мне говорят, ой, какие у вас красивые хосты, у вас нет дырок на них, что вы делаете со слизнями. Я могу сказать, что я не то, что делаю со слизнями, я в общем делаю правильные агрономические приемы, для того, чтобы в общем и целом все было с хостами в порядке. Еще давно-давно, лет 12-14 назад, я когда была на лекции в ботаническом саду, и там какой-то был кандидат науку, выступал ученый-агроном, и рассказывал о том, что вообще все растения многолетники нужно, ну, по большей части не гейхеры, например, которые зимующие листья имеют или морозники, а такие, как хосты, флоксы, там, асильбы, пионы, нужно обязательно обрезать на зиму. И не просто обрезать, а обязательно удалять эти листья с грядки, с цветника, с того места, где они растут. Например, листья пионов и флоксов обязательно нужно сжигать, потому что на них возможно образование всяких грибных инфекций, спор, и таким образом, если, например, их оставлять в компосте, то компост будет заражен этими грибными спорами. Если их, вот, например, срезать и положить там, где росли, типа, чтобы потеплее было хосты же, или флокс там замерзнуть может зимой, тоже вообще бред сию кобылы, потому что, во-первых, не замерзнет, во-вторых, опять же, споры попадут в землю. Так и это относится и к хостам, хотя хосты у нас практически ничем не болеют, но все-таки же есть. В этом году особенно показала вот это влажное лето, что есть какие-то на них заболевания, я летом показывала, когда дырочки на лисе или по краешку. Вот, в общем, как итог моего вот этого очень длинного монолога, что листья хост нужно обрезать, их нужно убирать, их можно класть в компост, их можно закапывать в землю, их можно утилизировать как угодно, но факт тот, что обязательно их нужно обрезать. Следующий этап, что я хочу рассказать, чем я обрезаю. Вот, например, секатор и секатор. Вот этим можно замучиться жутко, совершенно обрезать. Чем этот хорош? Тем, что у него вот здесь вот есть вот такая зазубренная поверхность, и, в общем-то, я этот секатор не использую как секатор, я не прямо вот стригу, да, я больше использую его как нож. Сейчас я покажу, как я это делаю. Сейчас еще начало октября, и хосты я пока что в принципе свои не обрезаю. Я просто вот эту одну обрежу для видео, чтобы показать. Вот, все, обрезала. Стараюсь всегда обрезать как можно ниже в земле, чтобы было все аккуратненько, ровненько, без всяких торчков в разные места. Чем длиннее оставляешь, тем больше вот этот вариант, что может что-то там загнить при каких-то определенных условиях. Поэтому хорошо низко. Опять же, когда ты осенью обрезаешь, ты можешь увидеть, вдруг какие-то вылезают почечки над землей, которые нужно немножечко присыпать землей. Если ты не полезешь туда, не будешь смотреть, то ты можешь об этом и не узнать, а весной у тебя что-то там запреет, и останешься без какой-то... Некоторые части хоста, которая могла бы прекрасно расти. Вот. Значит, еще могу сказать, что есть товарищи, которые мне очень любят говорить, у меня 200 сортов хост, я ничего не обрезаю, зачем тратить мне вообще на это время? Я весной все сгребую, все, пожалуйста, делайте, как считаете нужно. У меня более 500 сортов хост, я их все обрежу. Я выделю на это время. Не то, что прямо в раунд сразу все, но постепенно пройдем и все обрежем. Зато на следующий год у меня опять все будет чистенькое, красивенькое, без всяких слизней, без всяких проблем и все остальное, чего вам всем и желаю. А обрезаю я наш хост обычно по погоде. Я смотрю, когда вот, например, видим, что на следующей неделе собирается быть какие-то заморские, минусовые уже температуры. Тогда вот и начинаем постепенно обрезать. Потому что у нас хост много, понятно, что нужно время на это, несколько дней, ну если так, без напряга чтобы. Вот. Ну, а если вы приезжаете на выходные и видите, что там на следующий выходной уже будет минус, возьмите и обрежьте, вряд ли у вас 500 хост. Вы, наверное, за пару часов справитесь со своими хостами. И могу сказать, что вот это очень удобно. Еще, кстати, можно ножом с вот такой же тоже пилочкой. Тоже будет здорово и легко. Намного легче, чем вот секатом вот это вот, потеря пульса. Вот. Так что, надеюсь, что мой совет был вам полезен. Если было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите свои опыты.